Приветствую вас, дорогие друзья! Рад снова быть здесь у вас на прекрасном общении. Это хорошо, что так много из вас нашли время, сумели организовать свои дела и приехать сюда, чтобы поучаствовать в чем-то очень нужном, очень полезном. Тема моей проповеди – «Лень, убийца времени». Наверняка каждый из нас имел опыт абсолютно потерянного выходного дня. Я не имею в виду именно воскресный день, но какой-либо другой день недели, когда просыпаешься утром, выходной, не надо никуда спешить, можно много всего сделать за этот день, интересного, увлекательного. То, что уже давно собирался сделать, отличное настроение от того, что у тебя много времени, и никто и ничто не посягает на это. Но мы пролежали в постели дольше обычного, потом долго завтракали под телевизор или соцсети, потом так чем-то увлеклись в этом экране, что просидели до обеда, и так тудой-сюдой уже вечер, и ничего из-за планированного не то, что не сделано, но даже и не начато. Настроение плохое, собой недоволен, на ближних злой. День, который так хорошо начинался, так плохо закончился. Знакомо вам такое? Значит, я не один такой. Лень – причина недовольства жизнью. Именно лень. Притчи 24, 33. Немного поспишь, немного подремлешь, немного сложив руки, полежишь, и придет, как прохожий, бедность твоя и нужда твоя, как человек вооруженный. Имеется в виду, неожиданно придет. Вот так, как тот вечер выходного дня. Неожиданно. Вроде бы скорость времени всегда одинакова, но он застал нас врасплох. Дело в том, что ошибка была допущена изначально. Мы позволили себе поспать дольше обычного. Это было лишнее. И оно повлекло за собой расслабление во всех других делах. В Библии очень много осуждения тем людям, которые любят поспать. «Доколе ты, ленивец, будешь спать, когда ты встанешь от сна твоего, немного поспишь, немного подремлешь, немного сложив руки, полежишь, и придет, как прохожий, бедность твоя и нужда твоя, как разбойник. Не люби спать, чтобы тебе не обеднеть». Я когда-то эти слова написал себе на будильнике. «Держи открытыми глаза твои, и будешь досыто есть хлеб». «Дверь ворочается на кручах своих, ленивец на постели своей». Это не все места. Лишь некоторые из них. Времени было много в этом выходном дне, но наша лень и неорганизованность убила его. День потерян, и время, и настроение испорчено. Когда человек позволяет лени контролировать себя, основная часть времени такого человека будет потрачена зря, потрачена на пустое. Я думаю, что в настоящее время одним из многих инструментов убийства времени в человеческих домах является телевизор. Я вспоминаю свои годы до обращения. В воскресенье вечером у меня всегда было плохое настроение. Не только потому, что надо делать уроки и завтра идти в школу, а потому что это долгожданное воскресенье так неинтересно прошло. И это уже в который раз. И это уже становится системой. Это постоянно. Какая же эта вся жизнь скучная и неинтересная. Так я думал себе. Так было до моего уверования. Мое воскресенье проходило приблизительно следующим образом. Я лежал в постели где-то до девяти, пока не начиналась детская утренняя программа «Будильник» по телевизору. Потом сразу после «Будильника» в десять начиналась утренняя почта. И после утренней в одиннадцать служу Советскому Союзу. Кто жил в то время, тот, наверное, помнит эти передачи. И вот с самого утра три часа я гарантированно прилипал к этому ящику. И он не только активно убивал мое время, но и успешно промывал мой мозг. Завтракал я во время просмотра этих передач. Потом немного то, немного это, какие-то мультики в мире животных. Заканчивался какой-нибудь интересный фильм, и я возвращался в неинтересную реальность. Наступал вечер. И потом мамин вопрос, хлопцы, уроки на завтра порубылы, вообще убивал мое настроение окончательно. Воскресенье вечером. Ожидание счастливых дней оказывалось гораздо лучше этих самых дней. Но заметные изменения произошли, когда я уверовал. В десять часов уже надо было быть в церкви. Это значит, что к девяти лежать в постели уже никак не получалось, потому что еще надо было одеться, позавтракать, оставить время на дорогу. И тут я с большим ужасом осознал, что отныне я уже никогда не смогу смотреть свои три привычные утренние воскресные телепередачи, потому что это время я буду в церкви. И как же теперь жить? Это же стало неотъемлемой частью моего выходного дня. Для меня это было неприятно об этом думать. Но что интересно, катастрофы не произошло. К этой потере я привык на удивление быстро. И за короткое время уже никаких ностальгических воспоминаний о тех глупостях не имел. А после утреннего собрания была воскресная школа, потом молодежное собрание, потом еще было вечернее собрание. Мне не всегда хотелось идти на вечернее собрание, но мы его никогда не пропускали. И через некоторое время я с удивлением для себя отметил, что меня уже давно не посещает это неприятное чувство потерянного выходного дня. Несмотря на то, что времени моего личного свободного времени в воскресенье стало наполовину меньше, а может быть даже и больше, чем наполовину, у меня куда-то делось это чувство досады, которое было каждый вечер. У меня теперь в выходном дне появились обязанности, которых раньше не было. И я теперь не имел ни одного дня в неделе без обязательств. В субботу мы тогда тоже учились. Ну, кроме каникул, конечно. Каникулы уже было легче. Но у меня не было этого ощущения досады. Не знаю, мог ли я тогда это четко для себя сформулировать, но где-то на подсознании я понял, что Бог действительно наполняет жизнь человека смыслом. И это стало одним из видимых изменений в моем мировосприятии после уверования. У меня исчезли мысли о суетности долгожданного выходного дня, и в том числе жизни в целом. Было еще одно заметное изменение. Внешне я перестал с братом драться, вообще перестал, хотя до этого очень часто мы с ним дрались по разным причинам. Итак, Божья дисциплина сделала доброе дело с моим временем. Я меньше перестал тратить его на хлам. Не скажу, что уже совсем идеально стал использовать, но на глупости стал его тратить гораздо меньше. Ибо к собраниям еще добавилось регулярное чтение Библии по плану, подготовка к собранию. Практически на каждом утреннем собрании я рассказывал какое-нибудь стихотворение на память, и надо было еще потратить время, чтобы его выучить, найти. Потом подготовка к воскресной школе или молодежному собранию, и времени на телевизор оставалось все меньше и меньше. Вскоре он вообще сломался. Ремонтировать, а тем более покупать новый мы не стали. Сейчас у меня уже своя семья. Телевизора нет и не хочется. И просто не понимаю, когда его смотреть и зачем он нужен вообще. Лень убивает время. Божья дисциплина время экономит и побуждает тратить его правильно. Не пренебрегайте этим. Потому что потерянный выходной день – это обидно. Но в потерянной жизни горести и досады значительно больше. Верующий человек никак не может быть ленивым. В Библии содержится очень много призывов к действиям, к борьбе с собой, с миром, с грехом. Призывов к бдительности, к требовательности к себе. Ленивый человек, он просто не станет этого делать. Соответственно, он не сможет быть верующим. Или это будет вера, либо как. Правильно использовать время в работе, а не в суете – это Божье требование. И с самого начала Бог дает в себе пример для нас. Первые слова Библии какие? Первые слова Библии. В начале сотворил Бог небо и землю. В начале сотворил Бог. То есть Бог творит, Бог работает. С самого начала он предстает пред нами как творец, как активная личность. Бог творит, Бог трудится, и он является примером для нас. Творец, который работает. Далее вторая глава написана «И совершил Бог седьмому дню дела свои, которые он делал». Мне как-то сказали, ну так он же не руками все это творил, а словом, словом легче. Я не думаю, что словом легче. Как по мне, то добросовестно копать яму – это легче, нежели добросовестно готовиться к проповеди. Умственный труд, он сложнее, чем физическая работа. За него и платят больше, но все равно далеко не все хотят работать головой. Знаете почему? Потому что копать легче. Наверное, мы слышали такую шутку. Лень – двигатель прогресса. Якобы человеку была лень ходить пешком, он изобрел автомобиль. Потом он не хотел вручную качать ему колеса, придумал компрессор. Лень была подниматься по лестнице, он лифт изобрел и так далее. Друзья, это неправда. Это просто шутка. Лень не является двигателем прогресса. Потому что думать труднее, чем копать. А для прогресса нужны именно мыслящие люди. Ленивый не стал бы придумывать эскаватор. Потому что ему лень копать лопатой. Наоборот, это мудрый человек придумывает машины, потому что ему не лень думать над тем, как сделать свой труд более рациональным. Процесс изобретения эскаватора очень трудоемкий процесс. Полон неудач и разочарований. И ленивый человек не станет напрягаться, чтобы преодолевать все это. Он будет просто копать лопатой. Лень сдается перед первой же трудностью. У изобретателя в процессе работы, как правило, неудач бывает гораздо больше, чем успехов. Однако же он не останавливается, а продолжает работать, побеждая свою природную лень. Вы, наверное, слыхали об этом мальчике, у которого была с детства мечта сделать электромобиль и запустить его на Марс. И вот он уже стал взрослым человеком, придумал какую-то систему электронного перевода денежных средств, заработал 160 миллионов и решил воплощать в жизнь свою мечту. И вот он запускает первую ракету, просто фейерверк стоимостью 50 миллионов, ничего не получилось. Вторую ракету запускает, опять фейерверк, 60 миллионов. Третью ракету запускает, и снова фейерверк. И все, денег уже нет. Но он не останавливается, потому что он трудолюбивый, и четвертая ракета полетела. Правда, в кредит, но уже полетела. Он быстро вернул все эти деньги, свои долги он покрыл. Сейчас он таки воплотил свою мечту, он запустил электромобиль, на Марс. Правда, там что-то с Марсом проблемы вышли, но я думаю, второй раз у него получится. Смотрите, смотрите, какие трудности он потратил все деньги. 160 миллионов, три фейерверка, яскравых, ярких таких. Но он не остановился. Почему? Потому что он трудолюбивый. Он не остановился перед трудностями. Основываясь на своих собственных наблюдениях, скажите, у кого дома больше инструментов, которые облегчают труд? У ленивого или у трудолюбивого? У кого? У трудолюбивого. Правильно. Итак, друзья, лень, двигатель и прогресс – это просто шутка. Это неправда. Никогда так не думайте. Ленивый не будет изобретать эскаватор, потому что этот процесс изобретения значительно сложнее, чем просто копать лопатой. Насколько искаженным может быть человеческий разум, часто изобилие в праздности называют райской жизнью. Да? Слыхали, наверное, такое? Но мы видим, что с самого начала, еще до грехопадения, человек должен был работать. В райском саду, в Эдемском саду, до грехопадения, человек должен был работать. Мы читаем, «И взял Господь Бог человека и поселил его в саду Эдемском». Для чего? Чтобы возделывать его и хранить его. Друзья, это был рай или не рай? Вам нравится работать в огороде, пропалывать сорняки, таскать их? Ну, много разной работы. Большинство людей не любят этого. Но смотрите, Адам должен был что-то делать. Мы не знаем до конца, что это было, но написано «возделывать и хранить его». То есть это не просто так, он ходил и просто ничего не делал, смотрел по сторонам. Человек в раю не проводил время в праздности и расточительности, он работал. Как вам кажется, этот труд уменьшал его степень наслаждения жизнью или нет? То есть если бы труда не было, он был бы более счастливым? Конечно, нет. Потому что от работы можно получать настоящее удовольствие. Друзья, это просто прекрасно, когда в субботу вечером вы думаете, вот хорошо, завтра воскресенье, я отдохну. А в воскресенье вечером говорите себе, завтра понедельник, «Прекрасно, возьмусь за работу, сделаю то или другое». Это счастье. Это радость, которую дает Бог. Главное не лениться. Не стану отрицать, что в проявлениях лени есть какое-то свое удовольствие. Но оно непродолжительное, слабое, и воспоминания о нем не приносят радости. Никто не говорит себе, «О, я помню тот день, когда я ничего не делал и провалялся в постели с утра до вечера». Вот бы всегда так. Или кто-то говорит себе, или кто-то мечтает об этом и вспоминает с радостью, с наслаждением. Если так действительно есть, друзья, это большая глупость, и надо покаяться в этом грехе. Этот человек просто не в своем уме. Усилия над собой нередко могут быть тяжелыми, но ничто не сравнится с внутренним наслаждением от победы над собой. Лень не просто убивает время или дни человека, она убивает его жизнь, она убивает его самого, как личность. Сколько возможностей, способностей, талантов человека остаются нереализованными, закопанными, бесполезными из-за этого греха, из-за греха лени. Лень причина глупости самыми эффективными прожигателями времени являются неразумные люди. Глупость – это проблема ленивого человека. Он не хочет думать в правильном направлении, он не хочет контролировать ни свои мысли, ни свои желания. У него, конечно, есть какие-то мысли и желания, но неконтролируемые или контролируемые в незначительной степени. Согласен, что никто из нас не способен абсолютно контролировать свои мысли и желания, иначе бы мы не грешили. Но значительную роль в нашей жизни играет мера или степень контроля. В книге притчи очень много насмешек над глупыми людьми. Из этого можно сделать вывод, что глупость не является естественным недостатком, потому что Библия нигде не насмехается над людьми с физическими недостатками, которые они не в силах исправить, которые они не выбирали по собственному желанию, но Библия насмехается над глупыми. Почему? Потому что они глупые по собственной воле. Это их выбор, это следствие их лени. Хотите не бить глупыми? Работайте над собой. Бич для коня, узда для осла, а палка для глупих. Подрезывает себе ноги, терпит неприятность тот, кто дает словесное поручение глупцу. Неровно поднимаются ноги у хромого и притча в устах глупцов. Что влагающий драгоценный камень в пращу, то воздающий глупому честь. Что колючий терн в руке пьяного, то притча в устах глупцов. И много-много еще других подобных мест. Послушайте, что говорит мудрость в первой книге притчи, в первой главе притчи. За то, что они возненавидели знания и не избрали для себя страха Господня, не приняли моего совета, призрели все обличения мои. Так поступают ленивые люди. И потом они становятся, в результате они становятся глупыми людьми. Это не просто один рожден высоким, другой худым, третий хромым, четвертый рыжим, а пятый глупым или ленивым. Это значит, что в определенный момент человек принял решение. Он сделал выбор быть ленивым. Он возненавидел обучение, размышление, самоанализ, самопроверку, не выбрал для себя страха Господня, не выбрал для себя поклонение Богу, не выбрал восторга Творцом. Лень, убивая наше время, убивает наш разум. Ленивый человек не способен думать, анализировать, делать выводы, исследовать причины. Он просто не любит этим всем заниматься. Он не любит прилагать усилия и одерживать верх над своими эмоциями, желаниями, словами. Каким будет поведение этого человека? Глупым. Почему? Потому что он выбрал так жить. Это его решение, это его выбор. Что книга притчей советует сделать ленивому человеку? Поучиться у муравья. И если нитяй возьмет для себя эту науку, то каким он станет? Каким? Не слышу. Трудолюбивым? Согласно логике, должно было бы так быть написано. Но интересно, написано, что он станет мудрым. Если ленивый будет учиться у муравья, то не написано, что станет трудолюбивым, хотя этого следовало бы ожидать, но написано, что станет мудрым. «Пойди к муравью-ленивец, посмотри на действия его и будь мудрым». То есть в этом месте лень противоставляется мудрости. Иными словами, в этом месте лень и глупость это слова-синонимы. То есть Библия говорит, что ленивые люди это глупые люди, а мудрые люди это трудолюбивые люди. И глупые они по собственному решению. Это их выбор. Что надо делать, чтобы перестать быть глупым? Надо учиться. Учиться в трудолюбивых, добросовестных, мудрых. Посмотрите на этого муравья. Еще написано о нем, что нет у него ни начальника, ни урядника, ни правителя. То есть никто его не контролирует, но он знает, что надо делать и делает это. Он добросовестный, ему не нужен наздиратель, он способен контролировать себя сам. Далее написано, он заготавливает летом хлеб свой, собирает во время жатвы пищу свою. То есть он делает все в свое время. Он не думает о заготовке хлеба, когда наступает осень или зима, потому что он достаточно запасся летом. Обман удовольствия от лени заключается в том, что за сегодняшнее удовольствие и расслабление приходится позже расплачиваться горечью и досадой. И цена иногда очень высока. Это ярко выразил Крилов в своей басне про попригунью стрекозу. попригунья стрекоза лето красное пропела, а глянуться не успела, как зима катит в глаза. А что в это время делал муравей? В то время, когда она в мягких муравах у нас песни резла всякий час, так что голову вскружила. Что муравей делал? Мы читали в Библии, он летом заготавливал хлеб и собирал во время жатвы пищу свою. Скажите, чье занятие в это время было интересным и более увлекательным? Стрекозы или муравья? А? Чье? Вот я не ожидал от верующих услышать такой ответ. Получается, праздное времяпровождение это интересно для верующего человека. А времяпровождение в полезном труде это неинтересно. Ну, друзья, так бывает, потому что у нас греховное сердце, греховная натура и иногда мы так относимся, иногда вещи хорошие нам кажутся ненужными и вещи плохие нам кажутся полезными. Да, так бывает. Но кто из них в свое время сохранил, а кто убил? конечно, муравей сохранил. Ленивец зимой не пашет, ленивец летом не пашет и поищет зимою и нет ничего. Мудрый человек будет бороться со своей ленью и таким образом становиться еще мудрее. Ленивый человек не будет работать над собой и он остается недалеким человеком. Ленивый человек убивает свое время, потому что не способен организовать его. Прекрасные слова есть в книге притчи 13 глава. Много хлеба бывает на ниве бедных, но некоторые гибнут от беспорядка. Один человек попросил меня с другом помочь ему заготовить дров среди зимы. И мы хорошо поработали и нарезали в лесу и привезли ему домой очень много дров. Я топлю дровами и я знаю сколько нужно дров на зиму. Я посмотрел и я сказал ну тебе до конца зимы хватит и даже еще останется. Он говорит да нет что ты неделя максимум две. У него небольшой дом как столько дров можно сжечь за неделю или за две. Я говорю не может быть вы что да это у меня сейчас улетит все. Я потом начал расспрашивать разбираться оказалось у него печка с вот такой трубой буквально вот такой диаметр где-то сантиметров 60-70 и нет заслонки. И там тяга такая что она полено выбрасывает наверх. Я шучу. то есть там крайне низкий коэффициент полезного действия от этой печки. И я посмотрел на это и в ужасе спросил слушайте зачем вы такую трубу поставили? У меня не было другой. Зачем вы заслонку не сделаете чтобы уменьшить тягу? Это надо вставать и делать ее. А по лесу зимой по пояс снегу таскаться это что? Это легче чем сделать заслонку? Говорит ну не хочешь мне помогать не помогай я тебя не заставляю. И вот смотрите человек тратит много физических сил. Почему? Потому что он глупый. Нельзя сказать что он трудолюбивый вот видишь каждую неделю едет лес за дровами. Он глупый. Надо просто встать поработать полдня день ну пусть два сделать эту заслонку несчастную и все. Много бывает хлеба на нивы бедных но некоторые гибнут от беспорядка. Я сейчас скажу утверждение которое на первый взгляд может показаться парадоксальным. Среди трудоголиков много ленивых людей. Может такое быть или нет? Как такое может быть очень просто. Ленивый человек делает то, что хочет. То, что привык. То, что делал уже много раз. Но не то, что надо. Он привык заготавливать дрова регулярно. А заслонку он никогда не делал. Но он не делает ее. Он заготавливает дрова. С одной стороны он выглядит трудолюбовым, но с другой стороны он просто не контролирует себя должным образом. И все. Он делает то, что хочет, но не делает то, что нужно. Когда мы соберем все места Библии, которые нам говорят о лении, то мы увидим, что ленивый человек это не всегда тот, который спит и ничем не занимается. Иногда ленивый очень занят. Он даже умеет рано просыпаться, но он занят не тем, чем нужно. Он отдает предпочтение второстепенным, абсолютно ненужным или вообще вредным делам вместо нужных. Написано «Соверши дела твои вне дома, окончи их на поле твоем и потом устрояй дом твой». То есть здесь говорится о приоритетах. Мы должны уметь их расставить и следовать им. Но ленивый не размышляет над приоритетами. Он не думает о том, что надо сделать именно сейчас, а что надо отложить на потом. Но он делает то, что ему хочется сейчас. То, что его увлекает, то, что у него получается. Скажем, человек имеет свой бизнес. Это реальный пример из жизни. Я работал у этого человека. И он на работе уже в 7 утра. Он уже на работе. Где-то час ему добираться. И работает до 9 вечера. Каждый день. И в субботу. С 7 утра до 9 вечера. И так каждый день, кроме воскресенья. Скажите, где здесь место для лени? Есть или нет? Очень трудолюбивый. Но места для лени предостаточно. У этого человека есть жена и дети. 8 детей. Иногда он проповедует в церкви. И к нормальной проповеди надо нормально готовиться. У него могут быть еще разные другие обязанности, но он не выполняет их, потому что у него на это нет времени, потому что он все время проводит на работе. Друзья, но это неправда. Время у него есть. Просто он не хочет делать то, что нужно, и прикрывается работой, которая ему нравится. Это обычная лень, которая внешне очень хорошо замаскирована. Мы не можем всегда делать то, что мы хотим. Нам надо еще делать то, что мы должны. Такая жизнь. Если мы уклоняемся от своих прямых обязанностей, прикрываясь чем угодно, пусть даже работой, то мы ленивые и лукавые и убиваем свое время на лишние ненужные вещи. Если у него дети дома есть, то иногда с ними надо помолиться. Отцу, а не только всегда матери. Иногда с ними надо почитать какое-то место из Библии, помочь просто уроки сделать в конце концов. Но отец ходит домой, дети уже спят. Конечно, он должен работать, но работать меньше, хотя бы на два, на три часа меньше, чтобы найти время для семьи каждый день. Ленивый даже может много думать, но его мысли будут направлены по ложному пути. Я был знаком с одним братом, он очень долго и очень интересно мог рассказывать об истории и обычаях израильского народа. То есть он много читал, исследовал, соответственно думал. Но кроме этого он не хотел делать более ничего другого. Его церковь строила новый дом молитвы, он иногда приходил на строительство, чтобы приобщиться к труду, но пользы от него было мало, потому что он постоянно кого-то задевал на разговоры про евреев и их историю, культуру, обычаи, и в результате сам не работал и другим мешал. Всему свое время, но ленивый человек не признает этого, он не организовывает свое время соответствующим образом. Среди гениев было много ленивых людей. Может такое быть? Почитайте их биографии и вы увидите, что многие из них, большинство из них не могли иметь нормальные отношения в семье. С ними тяжело, невозможно было дружить, с ними невозможно было работать. Они делали только то, что им нравилось. Они делали это отлично, блестяще, с чрезвычайными результатами. Это их захватывало, но более ни на что другое они были не способны. Многие из них спились, умерли от наркотиков, закончили жизнь самоубийством. Почему так? Они не хотели владеть собой. Они не способны, были организовать свое время соответствующим образом. Другой пример, пример гения. Майкл Фарадей проводил опыты с электричеством, написал множество научных трудов, имел 97 почетных титулов от Академии разных стран. 97? Позже основываясь на его трудах, делали свои гениальные открытия Максвейл, Эйнштейн, Эдисон и другие ученые. Будучи человеком очень способным, талантливым и занятым наукой, одним из его правил было никогда не пропускать босслужений в своей церкви. Позже он был избран служителем и каждое воскресенье проповедовал. И теперь ему надо было еще готовиться к проповеди. Некоторые из его неверующих коллег приходили в церковь, чтобы послушать его проповеди и после чего они не могли не заметить ту веру и то вдохновение, с которыми проповедовал Фарадей. То есть это возможно быть организованным и добросовестным гением, когда человек контролирует себя, когда он хочет контролировать себя. Борьба с ленью это контроль желаний. В Библии написано, что город разрушен без стен, то человек не владеющий духом своим или не владеющий собой, не умеющий контролировать себя. Друзья, распорядок дня очень помогает этому. Это особенно актуально для тех, кто имеет свой бизнес и работает сам на себя. И таким человеком нет ни владельца, ни урядника, ни правителя, как над тем муравьем. И надо уметь проснуться в шесть, когда ты можешь спать до девяти, и тебе никто ничего не скажет. С другой стороны, работа допоздна, она также не всегда является признаком трудолюбия. Это часто является признаком неспособности владеть собой, неспособности организовать свое время. Человек не может победить себя в том, чтобы вовремя проснуться. Соответственно, он не может вовремя лечь. И часто он не может должным образом спланировать свой день, а спланировав он не может придерживаться своего плана. Не во всех случаях, но очень часто человек не может рано встать. Почему? Потому что он поздно лег. А поздно лег он почему? Потому что смотрел сериал или завис в соцсети, или просто по телефону болтал с кем-нибудь. И оно все тянет за собой. Нам всем нужно спать, так задумал Бог, и примерно треть своей жизни мы спим. Но спать нужно вовремя, и мы не должны злоупотреблять этим. Сам процесс борьбы над собой не очень приятный, но наслаждение приходит потом, после победы, после завершения работы, после созерцания результата. В детстве я очень часто ездил в пионерские лагеря. В среднем это было дважды в год. Это была участь всех детей Чернобыльской зоны. Вот однажды мне досталась путевка в Артек. Мечта каждого советского пионера. Но приехав туда, уже где-то на третий, четвертый день я был очень разочарован. И так себе говорил, никакой это не пионерский лагерь, это просто концлагерь, только вышек с пулеметчиками нет. Там совершенно не было свободного времени. Мы постоянно чем-то занимались. Какие-то игры, репетиции, постановки, соревнования, кино, экскурсии, бассейны, кружки и прочее. И очень часто на все это приходилось бежать, чтобы не опоздать. И ничего нельзя было пропускать, и ни от чего нельзя было отказаться. Мне с трудом удавалось найти время, чтобы написать письмо домой. Я чувствовал себя действительно просто как в зоне строгого режима. Однажды с друзьями мы таки настрелили лыжи и решили бежать. Нам нужна была передышка, просто глоток свежего воздуха. Мы сначала планировали взобраться на Аюдаг, но потом решили просто ограничиться морем. Однако нас быстро нашли, привели в лагерь, долго ругали, угрожали и сказали, что еще одноподобная выходка отправят домой. Но знаете, как-то постепенно втянулся. Под конец лагеря уже вроде было бы нормально, а лагерь сразу я поехал в другой лагерь, в Полтавской области он был. Вот это была жизнь. Там вообще никому до тебя не было никакого дела. Целый день мы были предоставлены сами себе, что хочешь, то и делай. Нас не возили ни на какие экскурсии, не проводили никаких мероприятий. Знаете, для меня после Артека это был рай. Мы каждый день сами ходили за территорию лагеря, бродили по соседним лагерям, базам, купались в речке без спроса, ловили рыбу, жгли костры. Короче, что хотели, то и делали. Иногда мы даже не шли на обед, нас за это никто особо не ругал и даже не искал. Но прошло пару лет и у меня все еще была куча ярких воспоминаний об Артеке и вообще не было ничего вспомнить об этом полтавском лагере. Вы знаете, я даже название его не запомнил. По приезду из Артека я умел сделать модель ракеты с парашютом и научился плавать лучше всех своих друзей, хотя до лагеря я не мог плавать вообще. После приезда из Полтавы я курить научился. Сам процесс борьбы над собой не очень приятный, но наслаждение приходит потом, после победы, после завершения работы, после осознания результата. Если мы мудро и правильно наполняем жизнь свою, то сам процесс борьбы с собой для нас может быть трудным и казаться неувлекательным и утомительным, но потом, когда мы будем пожинать плоды, это будет радость. Кто-то из нас может думать о себе, что он слишком много работает, ему надо больше отдыхать, дольше спать, больше кушать. То, чтобы мы не думали так о себе, я расскажу вам такую историю. Несколько лет назад брат имел пару интересных бесед с миссионером из Южной Кореи. Уровень жизни не является манной небесной, его надо достичь дисциплинированным и творческим трудом, не покладая рук. Так вот, я был просто шокирован его рассказами. Сначала мне казалось, что он просто все это выдумывает, но потом я смог убедиться, что это правда. Когда тот брат учился в школе, это было 25 лет назад, обучение в школе продолжалось с 7 утра до 11 вечера. Каждый день, кроме воскресенья. Ну, уроки они делали в школе, но с 7 утра и до 11 вечера, и плюс еще время, чтобы доехать до школы и вернуться домой. Конечно, это было трудно и для детей, и родители начали возмущаться, и через некоторое время Министерство образования пошло навстречу родителям, детям и уменьшило время обучения. И теперь они уже учились не с 7 до 11, а с 7 до 10. И так до сегодня сейчас в Южной Корее дети в школах учатся с 7 утра до 10 вечера. Каникулы дважды в год. Месяц летом 15 дней зимой. А кроме того, у них еще есть кружки и различные хобби. Я его спрашиваю, говорю, слушай, когда кружки? Говорит, ну те, которые перед школой, некоторые начинаются в 4 утра, а те, которые после школы в 11-12 вечера. Говорит, еще в некоторых церквях ежедневные молитвенные собрания, каждый день молитвенные собрания перед работой. Ну уже в какой церкви по-разному назначают, где в 5, где в 6, где в 7, как договорятся. То есть человек перед работой еще забегает в церковь, как правило, это полчаса 40 минут, но у них еще молитвенное собрание, каждый день. Я не знаю, в чем секрет их выносливости, и честно говоря, я думаю, это слишком. Я думаю, что эти нагрузки, такие нагрузки это крайность, но поразмышлять о них людям, которые живут в другой крайности, я думаю, это полезно. Этим примером я просто хочу обратить внимание на возможности человека. И знаете, потом я спросил у этого миссионера, скажи, при таком темпе жизни верующие вообще Библию читают? Говорит, конечно читают, по плану, за год прочитывают Библию. Если ты верующий и за год не прочитал Библию, кто-то узнает, это позор для тебя, тебе стыдно будет. Говорит, ну не все читают, некоторые переписывают. Говорит, как переписывают? Ну так, они покупают просто бланк, там вот написано Библия, а там пустые страницы, только разбиты на книги и главы. И ты берешь и вручную переписываешь с другой Библией. Говорит, у нас в церкви целый шкаф заполненный такими Библиями. Молодежь, она уже в электронном виде переписывает на компьютере. Я тоже, говорит, пару раз переписывал. Говорю, зачем переписывать? Ну когда пишешь, тогда более вдумываешься, нежели когда просто читаешь. Подумайте, при таком темпе жизни и учебы они не просто читают за год, прочитывают Библию, они переписывают ее. Есть о чем задуматься, правда? Кто-то может привести пример человека ленивого и неорганизованного, однако довольно успешного в материальном плане. Можете привести такой пример? Можете не называть, я знаю такого человека, лично знакомого. Но это исключение. Я думаю, что исключение есть во всех сферах жизни. И если вы знаете такого человека, это неправильно. говорит, вот он ничего не делает и у него куча денег. Но если бы этот человек был организован, то он был бы и более успешен. Что делать, чтобы победить лень? Ответ очень прост. Что делать, чтобы научиться плавать? Плавать. Что делать, чтобы победить лень? Апостол Павел отвечает, но усмиряю и порабощаю тело мое. И вывод, друзья. Ленивые люди, как правило, недовольны жизнью, потому что ничего не делают для достижения счастья. Ленивые люди часто делают неразумные поступки, потому что ленятся заниматься самоанализом, контролировать и сдерживать себя. Ленивые люди прожигают зря свою жизнь, потому что не в состоянии организовать свое время. Пусть Бог хранит нас от любого проявления лени, но и мы со своей стороны не должны лениться. Если кто из нас желает сейчас помолиться и попросить у Бога прощения за свою лень и попросить вдохновения на трудолюбивую и богоугодную жизнь, давайте мы это сейчас делаем. Помолимся. Спасибо. 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 Спасибо.